Инженер-кораблестроитель по образованию 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 которым я учился 6 лет, и специальность моя была кораблестроение, судостроение, судоремонт. И эта специальность была достаточно сложная. А вот когда я уже закончил институт, показал маме диплом, мне сказали, ну а теперь делай все, что хочешь. А ты сейчас что-нибудь помнишь из того, чему тебя учили в институте? По большому счету, мужчине, чтобы существовать и чтобы понимать, что ты делаешь, достаточно того, что ты должен знать на пятерку физику, химию, математику и русский язык. Тогда у нас был восьмой класс, сейчас это девятый класс. Вот если ты все знаешь, то в принципе все остальное ты способен выучить сам. Потому что никто тебе не будет рассказывать. Вот, например, Саша, вот ты, например, помнишь определение производной? Вот я помню. Предел превращения функции к превращению аргумента, при котором превращение аргумента стремится к нулю. Давай без понтов. Я без понтов, я тебе рассказываю, как есть на самом деле. Вот, помню ли я, что учил в институте? Ну, в принципе, помню. Когда ты приходишь даже на производство, тебе говорят, забудь, что ты учил, короче, в институте. Сейчас мы тебя будем учить по-другому. То же самое, тебя же никто на телевидении не учил работать. Нет. Через 10 лет ты начинаешь понимать, чему тебя научили в институте. Добывать. В институте учат добывать информацию. Добывать информацию раз. Ну, и потом очень важно окрушение, кто вокруг тебя находится. Вот. То есть профессора, доктора наук и так далее. Ты слушаешь, как они говорят. Тебя учат размышлять. Вот. Тебя рассказывают, что тебе нужно делать. Я вам даже расскажу, какой у меня случай был. Наш третий курс института. Это был 91-й год. Я захожу к своему куратору группы, декана факультета и завкафедра одновременно, Николай Васильевич Пасковщук. Он сидит и занимается ничем иным, как кренованием судна. Потому что каждый научный руководитель мог заниматься этим, и это было их шара. Они таким образом зарабатывали денег. Преподаватели получали не так много, но вот за счет вот таких научных изысканий это можно было сделать. Он сидит, кренует судно, сам делает расчет. Я прихожу, отвечаю ему теорию корабля. Кривые Власова и так далее. Он поднимает глаза на меня и говорит, Ашуркин, ты вообще понимаешь, что ты, короче, вообще сейчас говоришь? Я говорю, ну, и начинаю мычать. Он мне говорит, Саша, Ты понимаешь, что если меня в три часа ночи после самого страшного бадуна разбудить, я и то внятнее расскажу, чем ты сейчас. Я говорю, ну, понимаю. Я же вас насквозь вижу. Какой из тебя инженер? Ты же директор. Натуральный. Машина есть? Я говорю, есть. Завтра в находку меня отвезешь? Я говорю, отвезу. Зачетку давай. Уставить четыре, и я пошел. Я благодарен своим преподавателям, что они не требовали. Во-первых, я хочу сказать о том, что в то время, когда я учился, у нас никогда в жизни не было ничего такого, чтобы даже намека какого-то купить шоколадку или бутылку коньяка или дать каких-то денег. Нас все заставляли учить. Я благодарен Николаю Васильевичу за то, что он наших всех студентов знал наизусть, и он понимал, кто на что способен. Это великая профессия, преподаватель, когда человек видит, кто перед ним, и не ставит ему сверхзадач, а использует тот потенциал, в котором он его видит. В 2013 году ты уехал из Артема. И вообще из России уехал. Долго сомневался? Да я вообще не сомневался. Дело в том, что у меня же любовь. Сел и уехал. Это не важно где, важно с кем. Тут ничего такого не было. Я просто ехал, потому что любил женщину. Ну и уехал. Все. Сейчас многие работают по удаленке, перешли на удаленку, а ты этим занимаешься уже на протяжении 7 лет. Адаптировался? Как-то тяжело тебе было? Когда я уезжал, у меня уже было достаточно большое количество сотрудников. И я уже тогда на мероприятия старался не ехать. То есть, когда я приезжаю на мероприятие, то есть там происходит кипиш, все все плохо делают. Поэтому я как бы себя контролировал, старался делать так, чтобы люди работали самостоятельно и могли самостоятельно принимать решения. В крайних случаях они звонили мне. Я по телефону рассказывал, что нужно делать. Я даже скажу, какой у меня самый был ученик, который быстрее всех принимал решения и моментально реагировал и всегда находил выход из положения. Это был Александр Чебукин, Царство Ему Небесное. Возвращаясь к твоему отъезду на Украину, понятно, что любовь, понятно, что желание быть вместе, но ты не пробовал свою супругу переманить сюда? Я не хочу сказать, что пробовал, не пробовал. Вопрос того, что хочет, не хочет, но пока не очень хочет. Ну, я думаю, что скоро я его говорю. Я так думаю. Украина ведь это совершенно другое государство, где к россиянам относятся, ну, так если мягко, то неоднозначно. Ты себя как-то чувствуешь? Давай начнем так. Ты как в Киеве украинца от русского отличишь. Ну, он же не узбек, не таджик. То есть это такие же люди, которые говорят точно так же, только говорят не что, а что. А паспорт ты проверять не будешь? А паспорт ни у кого-то не проверяешь. То есть никто не понимает, кто ты, украинец или русский. Ты общаешься, то же самое. У тебя дискомфорт может пройтись только тогда, когда, короче, ты начинаешь высказывать свое политическое зрение. Потому что понятие украинец, это понятие не этническое, а политическое. Один и тот же человек может сказать, вот сейчас русский он, а завтра он украинец. Все будет зависеть от того, какую точку зрения на политику он высказывает. Все. Я гражданин России, граждан своего менять не собираюсь. Вот скажи, пожалуйста, гражданин России, у тебя проблемы на Украине с тем, что ты гражданин России есть? У меня могут быть там проблемы, если я буду ходить, короче, с флагом России по центральной площади. По кричатнику. И кричать слава России. Ну, тогда меня не поймут. Ну, а поскольку я живу за городом, общаюсь, короче, в большинстве случаев по телефону и по WhatsApp со своими российскими друзьями, а там общаюсь только с родственниками и теми, кто живут в моем городке, и которые, ну, уже ко мне привыкли, они все знают, что я россиянин. И на злободневные темы никто не разговаривает, поэтому, собственно говоря... Ну, есть же какие-то гражданские социальные институты, где ты должен подтверждать свою личность, предъявлять документы, а у тебя паспорт только гражданина Российской Федерации. Нет у нас никаких, короче, там, это... Если мне надо, я достойный вид на жительство, показываю все. У меня есть вид на жительство, который я могу... Ну, я же там не работаю нигде. Как только ты начинаешь социальными институтами каким-то образом соприкасаться, там у тебя какие-то вопросы могут возникнуть. А если ты, короче, ни с кем не соприкасаешься, то никому это ничего и не надо. Просто каждый верит в то, что ему хочется верить. То есть, украинцам же нужно понимать, почему они живут плохо. Но они придумали себе, что им виноват вот эти. То есть, у наших тут спросишь, у них Путин виноват во всем. Даже у россиян, условно говоря, 60% будет во всем виноват, Путин или еще кто-то. Очень редко, когда ты встречаешь человека, который действительно понимает и в международной обстановке, и в экономической обстановке, и в любой другой ситуации. То есть, люди – это свойственность людей. Кого-то во чем-то винить, но только не самих себя. Ну, хватит о политике уже. Мне кажется, что наше общество слишком заполитизировано. Давай поговорим о шоу-бизнесе. А я вам хочу сказать, что и политика, и шоу-бизнес, они очень рядом. И мы не о политике не разговаривали. Мы разговаривали больше о философии. Вот я, допустим, когда был маленький, условно говоря, я не понимал, зачем учить историю. Ну, одно дело – учить историю для того, чтобы понимать, что было, то есть, как информацию. Даты, цифры, факты. Даты, цифры, факты. Но я никогда не понимал, что историю нужно учить для того, чтобы правильно принимать решения в определенный момент. То есть, вот мне 51 год, и я могу уже рассуждать о том, чего было в 90-х годах, что было в 80-х годах, что было в нулевых. Это мой личный опыт. Но мой личный опыт копится во мне лично. И я относительно своего личного опыта совершаю свои дальнейшие поступки. То же самое. Людям нужно учить историю, чтобы понять, что все уже когда-то было. Пускай в чуть-чуть других условиях, но примерно было то же самое. Шоу-бизнес, частью которого ты являешься, вот сейчас, в последнее время, терпит огромные убытки. У тебя коллектив 50 человек, да? Ну, не 50, 40, с небольшим, 42. И всех нужно кормить. А у тебя еще аренда, прочие издержки, налоги всякие. Как вы выходите из этой ситуации? Мы же занимаемся еще продажей оборудования. То есть, у нас есть дома культуры, дворцы культуры, музыкальные школы и так далее. А сейчас кто-нибудь покупает вот это оборудование? Кому-то оно сейчас нужно? А как ни странно, покупают. Государство как-то обратилось к культуре лицом. И в последнее время очень много стали покупать оборудование. Продажей вашего оборудования занимается несколько человек, да? Твои осветители, твои там видеоинженеры, твои звукооператоры. Они же не занимаются продажей, ведь, тем не менее, они получают у тебя зарплату. Это социальная защита ваших. Это называется не социальная защита, социальная ответственность. Это называется моя социальная ответственность. То есть, эти люди работали, и я никогда бы не заработал, допустим, условно, определенных денег, никогда не достиг бы определенных целей, если бы у меня не было той команды, с которой я работаю. То есть, условно говоря, по маркетингу у меня и по продажам у нас работают там три человека, остальные тридцать девять человек, это люди, которые работают в прокате. Но поскольку они обладают определенным опытом, они обязательно консультируют. Только не нужно продажников и инженеров. Продажники те, которые составляют договора, составляют комплектацию, ведут договоры с заказчиком. Но как только нам нужна консультация, я сразу вытаскиваю ребят из проката, у которых огромнейший опыт, и они консультируют любого человека. Потому что продажа ведется тогда хорошо, когда люди абсолютно четко понимают, что они покупают и зачем покупают. Для того, чтобы их убедить, я привожу, допустим, Тимощенко Андрея, говорю, вот Андрей Тимощенко, он отработал со всеми звездами советской эстрады уже в течение десяти лет. И он может вам наизусть рассказать, у кого какая была комплектация светового оборудования на тот или иной концерт, который проходил в Приморском крае. Естественно, ребята обладают гигантским опытом, и это помогает, скорее, очень сильно помогает в продажах. Компанию Stage знает не только в городе Артемии, Приморском крае, но и далеко за пределами. Работая с Хабаровскими, работая с Сахалином, я могу сказать точно, что на Сахалине очень грамотные люди, особенно те, которые работают в сфере культуры. Владивосток, скажем так, это всегда был портовый город. Он очень динамичный. То есть по динамике он может сравниться только с Москвой. На Сахалине там немножко по-другому. Я разговаривал с ребятами, они говорили, наша проблема – это каторжание. Я говорю, в смысле? Ребята здесь не ощущают себя, что это их родная земля. То есть смысл какой? Я сам ехал в поезде, допустим, на север еду, и в каждом купе сидят, разговаривают о том, как они заработают денег, уедут в Краснодар, будут лежать на спине, и черешня им прямо в рот будет падать. И до сих пор даже, как бы там человек хорошо не работал, ни что бы там не делал, они все равно почему-то все хотят оттуда уехать. Хотя нам бы такой профицитный бюджет, как на Сахалине, может быть, было бы и все хорошо. Но я вам хочу сказать, что там власти очень много делают для того, чтобы люди чувствовали себя, как на материке, чтобы было все нормально. И я думаю, что это у них просто какая-то меточка в голове. Мне на Сахалине на самом деле очень нравится. Ты то же самое можешь сказать про Украину? Ты ведь все-таки там же живешь 7 лет. Я хоть и живу там 7 лет, но, скажем так, оно не стало для меня... Второй родиной. Второй родиной. Почему? Потому что для меня до сих пор непонятно. Ну, некоторые вещи до сих пор непонятны. То есть я еще когда сюда приезжал еще до событий на Майдане, то есть в 2013 году, я еще думал, что я, может быть, что-нибудь сейчас замучу, то сейчас у меня нету какого-то определенного желания что-то там ввязываться в какой-то бизнес или еще что-то. Вот эти постоянные перестановки с одного к другому. Знаешь, вот я встречаюсь, к примеру, вот здесь с людьми, они говорят, у нас там в чем-то Путин виноват. Я говорю, окей, у тебя такое ощущение, что Путин виноват. Потому что он главный, он говорит, ну да, конечно. Я говорю, хорошо, у тебя сколько людей работает? Да не сколько у меня не работает, я сам по себе работаю. Я говорю, ну так ты попробуй организовать свою организацию и ты руководи хотя бы 5 человек. А потом увеличить, короче, до 20. А потом сделай хотя бы, чтобы было как у меня, 50. А потом попробуй возглавь какой-нибудь завод, на котором 500 человек. А потом ставь мэром города, в котором хотя бы 50 тысяч человек живет. А потом возглавь там, условно говоря, субъект федерации. А теперь представь, как сложно, если у тебя 150 миллионов человек. Люди даже не понимают, что это такое. Они просто думают, что за них кто-то будет решать проблемы. А проблемы вы должны решать сами. Это надо. Но почему-то я же беру на себя социальную ответственность и плачу людям зарплату. Хотя, несмотря на то, что у нас после 14 марта у нас ни одного мероприятия не прошло. Я сказал, я никого из вас не уволю. Все будут работать, все будут приходить, все будут получать зарплату. И это моя ответственность. Потому что они помогали мне в свое время. А сейчас я купить оборудование. А сейчас я продаю оборудование, чтобы помочь им. Это нормально. Они все для меня родные. Я со всеми с ними работаю. И дальше буду работать. Это хорошо, что ты такой оптимист? Я не оптимист. Я не оптимист. Я тот человек, который понимает, что он делает, зачем он делает и для кого он делает. Я понимаю, что... Ну, по крайней мере, мне хочется верить в то, что люди, с которыми я работаю, которым сейчас плачу зарплату, и которые условно не ходят на работу... Тебя не бросят. Они меня не бросят в нужную войну. Вот я в это уверен. Ты для города Артема сделал очень много. Порой со свою благотворительность тебя же еще и наказывали. А что сейчас? Готовлю ты дальше поддерживать и помогать городу Артему теми силами, которые у тебя имеются? Я сейчас, по-моему, поддерживаю, помогаю. Просто, ну, хотя бы то, что у нас работает, условно, 40 человек, которых не выгнали и которые не пополнили у нас биржу труда, уже, я считаю, хорошо. Но когда ты, короче, что-то делаешь, ты хочешь, чтобы тебя слышали. Просто есть вещи, которые мы готовы делать бесплатно точно, потому что мы знаем, почему мы это делаем. А есть вещи, которые мы из-за деньги не хотим делать. Я помню, мне предложили тут перед этим провести два митинга Навального, я отказался. Сказал, я не буду проводить и не буду ставить цену. Даже... А деньги предлагали? Конечно. Хорошие? Да. Ну, коэффициент два. Я сказал, я не буду это делать, потому что мне это не надо, и я не хочу, и я не поддерживаю этого человека. Вот видите, что у тебя есть возможность еще выбирать. У каждого человека есть возможность выбирать. Вот как ты считаешь, какой человек, что такое счастливый человек? В моем понятии, счастливый человек, это человек, который имеет возможность делать то, что он хочет, и не делать то, что он не хочет. Вот я не хочу ставить Навальному сцену, я ее не буду ставить. А хочу поставить бесплатно там условному, условному Путину, я ее буду ставить. Получается, ты счастливый человек? Я счастливый человек, да. И люди, которые тебя окружают, они тоже счастливые? Я стараюсь их сделать так, чтобы они были счастливы. Нужно ли им счастье в твоем понятии? Может быть, они счастливы по-другому? Может быть, для них счастье в чем-то другом? Пускай кто-нибудь со мной поспорит. Ради интереса своих интервью можешь задать вопрос кому-то, считает ли он так или нет. Но быстро тебе никто не ответит. До этого нужно дойти. До этого нужно дойти самому. Вот представляешь, ты хочешь брать у меня интервью? Ты пришел и сказал, а мне все равно, я пошел брать интервью Шуркина, он просто интересный чувак, я хочу с ним поговорить. Ну, так и было. Так и было. Ну, поэтому ты сделал то, что тебе хочется. Да. И потом, представь, как тебя, короче, начинает внутри тебя все колотить, когда тебя отправляют к какому-то человеку, который ты понимаешь, что по большому счету он, ну, не то, чтобы недостоин, но тебе с ним неинтересно, а тебе нужно сделать, показать всем, чтобы это было интересно. Ну, и такое бывает. Вот, ты счастлив тогда, когда тебе, ты делаешь то, что ты хочешь и нет, не так. Человек, который делает, что хочет и не делает, что хочет, это человек так, дурак. А человек, который имеет возможность делать то, что он хочет и не делает то, что он не хочет, вот это счастье. Ну, ты сам понял, что ты сказал? Да. Имеет возможность, это ключевая фраза. А мне кажется, что вот если человек умеет улыбаться не потому что ему нужно в этот момент улыбнуться а то что потому что ему хочется улыбаться это и есть наверное счастливый человек без твоей аппаратуры можно провести любое мероприятие это я вас сейчас возвращаюсь к начатому разговору ну что там поставил экран включил микрофон и дежурный свет все пожалуйста проводи мероприятие не сейчас напоминаешь вот этих людей которые говорят нам надо уходить в онлайн сейчас мы будем ветеранов поздравлять онлайн или там сейчас мы будем концерты проводить онлайн я я не до конца задал свой вопрос скажи мне зачем тебе это надо правда отвечаю на вопрос ну какой онлайн какой будет прикол смотреть на все то что происходит короче когда она вот такое большое яркое красивое и живое когда тебе звук стучит так что здесь это когда лазерное шоу у тебя в объеме когда у тебя свет короче ослепляет тебя как это все можно уместить на экране смартфона какой онлайн ребята мы стремились столько лет к тому чтобы у нас было самое качественное все самое красивое получается что сейчас на данный момент нас заставить загоняет в квадратик этого телефона где я должен смотреть и это не живое но также и происходит неужели ты я же тебя спровоцировал всех заставляют смотреть квадратик телефона когда можно убить живой решишь ты это или нет но я и назову это анонизма понимаешь вот это вот это хрен на чё это ерунда полная но тогда пускай телевизор смотрят на экране короче футбол смотрят на этом игроки так и делают многие ну зачем ну понимаете даже кино которое мы можем посмотреть собственно говоря на любом экранчике по большому счету люди ходят кинотеатр не для того что потому что большой экран и как-то там звук летает а потому что есть понятие коллективного переживания ты ничем не занимаешь энергетику человека который рядом с тобой сидеть начинает стонать или не все разом короче всем залом дыхают или начинает кричать или пищать или уклоняться от летающей в пули важные эмоции тех людей которые находятся рядом энергии наши складываются зачем тогда стадионы на котором собираются футболисты зачем концерты зачем театры цвета зачем театры она заставляет это посмотреть вот этот онлайн не несколько раз предлагали сделать эту онлайн конференции ну я технически как-то это делал но я абсолютно не понимаю зачем это нужно вообще как ты отличаешь людей профессиональных от просто обычных людей непрофессиональных ведь наверняка к тебе приходят и говорят я умею то я могу то давай с тобой сделаем бизнес никогда не приходит профессионал во-первых люди которые приходят и говорят давай делаем бизнес у меня таких людей нет вот бизнес тот который я работаю его нужно чувствовать вот так вообще любой бизнес нужно чувствовать вот так то есть нету каких-то правил определенных он должен быть внутри если ты внутри его чувствуешь что у тебя все хорошо если ты этого не чувствуешь есть у тебя нет вот этого предприниматель жилки предпринимательства ничего не получится то есть это как талантливый журналист это как певец талантливый или талантливый музыкант талантливый предприниматель это тоже талантливый предприниматель даже человек разговаривает рядом и ты уже можешь чувствовать можно с ним что-то сатаре ну условно говоря работа с ними в принципе ты ответил на мой вопрос то что знаешь у меня короче была такая ситуация при которой в определенный момент я помню это абсолютно четко 90-е годы я знал людей которые говорят сами давай мы тебе еще дадим денег а ты там нам замутишь и вот у меня вот это всегда короче мне раздражало потому что в определенной ситуации я понимаю что денег не должно быть много потому что когда тебе денег не хватает те состоит понятие голода и ты начинаешь искать новые какие-то решения когда денег много и когда тебе вот сколько надо мы тебе сейчас дадим ну вот не люблю вот этих вещей избыток денежных средств всегда порождает какую-то лень и всегда это вне же правила как и внешне 5 правил работы сашуркиным правило номер один никогда не бери лишних денег все равно их потеряешь правило номер два не грех съехать грех потерять правило номер три никто тебе не даст денег больше чем ты попросишь правило номер четыре не что так не укрепляет веру человека предоплата правило номер пять нет людей которые не могут договориться сашуркиным есть люди которые не хотят с ним договариваться принципиально тебя называют царь откуда пошло это имя откуда прошло это прозвище это было давно я уже не помню сколько лет назад в общем я ехал в шмаковку меня семья там отдыхала и под кировкой меня остановил один милиционер и такую распалкой по тормозам остановится он говорит александрик куда же так торопитесь игру никуда не тороплюсь просто это александрик куда же это едете то так быстро игру нормально еду лес он говорит это для вас лес а вот там знак видели на белом фоне ограничение скорости 60 километров а вы ехали 120 чем занимаетесь александрик ну так я слушать ребят человек кажется чем занимать 2 дедом 100 рублей поеду тогда это было только что александрик так вы мне не ответили чем занимаетесь и грудную человек директор дворца о так вы батенька царь 100 рублями хотели отмазаться ну и потом вот я ребятам начал рассказывать это это и вот оттуда и пошло я не знаю кем я могу стать дело в том что мне повезло я вырос по время когда все дороги перед нами были открыты может быть если бы я после армии не пришел бы сразу на дискотеку начал бы жарить шашлыки на трассе можете был бы сейчас хорошим ресторатора или может быть я торговал бы мандаринами или еще чем то в то время короче была возможность но я очень много работал но скажем так музыкой и вот такую вещь мне нравилось заниматься всегда это мне мама этому сына горя была такая творческая а вот предпринимательская жилка это у меня еда по материнской линии но если честно может быть когда-нибудь нет я с меня получился очень хороший учитель это ты так думаешь я так думаю да не ей ну я знаю потому что те были примеры яркие примеры твоих преподавателей я считаю что короче когда человек что-то в себе короче очень много берет то он должен отдавать то же самое что еще создаю своим ребятам которые там условно говоря мы не работаем зарплату платим я считаю что я это даю но еще больше очень важно если ты будешь отдавать свои знания людям если ты не будешь отдавать свои знания не будешь кого-то учить рассказывать помогать то это как переполненная чаша то есть тебя больше ничего не войдет тебе нужно обязательно что-то выливаться чтобы приходила новая вот поэтому я думаю что я был бы хороший учитель меня конечно сначала бы ученики не любили потому что я вредно был бы преподаватель но в конце концов все бы отзывались обо мне очень хорошо потому что разные люди считают свои свою жизнь по-разному одни считают ее годами другие рублями третье миллионами четвертое машинами пятое домами а есть люди которые считают свою жизнь учениками и это одни из самых счастливых людей потому что себя видишь продолжение своих учеников это очень важно а сейчас я спрошу серьезно есть ли сила который можно противопоставить любой силе даже стихийной что сильнее всего на свете любовь просто она же разная любовь в крови нет а тоже любовь конечно и к маме и к жене и к детям и к женщине просто это очень и к деньгам которые ну и к деньгам тоже может быть ну просто деньги это же для каждого человека это разно для меня это просто инструмент для того чтобы делать достигать цели ну помнишь как я говорю я уже говорил по этому поводу нет кайфа выше темы результаты своего труда так вот деньги это просто-напросто инструмент чтобы увидеть результаты своего труда я работаю очень интересным бизнесе ну не бизнесе вообще очень интересно серии у нас результат своего труда достигается очень быстро тебя есть оборудование Ты приехал, смонтировался, отработал, за два дня ты сделал праздник, все увидели все красиво. Вот то, что ты делал, вот оно все зазвучало, засверкало. Это результат твоего труда. Поэтому у нас очень много положительных эмоций. Самые положительные люди и самые такие интересные, это люди, которые работают в сфере культуры. Они очень открыты. Какой бы коронавирус ни был, что бы там ни происходило, они все равно верят в то, что все будет хорошо и так далее. Вот медики, преподаватели, они немножко другие. А без этого нельзя, без веры нельзя. А вот культура, она очень, короче, положительная. Они все светятся, они все любят свою работу. Получился ли у нас с тобой мужской разговор, но то, что многие в тебе сейчас открыли совершенно другого Шуркина, это очевидно. Те люди, которые знают меня близко, они, может быть, так и знают. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok